Встреча с песней Восемьдесят третий Письма в связи с одной известной песней. Из Ленинграда это письмо. Мы пишем вам об одном очень хорошем человеке, об Александре Николаевиче Петропавловском. Он бывший начальник подземного гарнизона, в котором находился Володя Дубинин. И если мы все хорошо знаем имя этого мальчика, читали книгу «Улица младшего сына», то об Александре Николаевиче знают значительно меньше. Александр Николаевич живет с матерью, которой уже 90 лет. Мы знаем, что эти люди нуждаются во внимании, заботе и тепле. Они обладают изумительным умением оставаться в тени, делая много хорошего людям. Пусть прозвучит для Александра Николаевича песня «Там вдали за рекой». Письмо подписано его друзьям. Ну, в первую очередь мы обращаемся к ребятам-тимуровцам тех школ, что находятся в Ленинграде рядом с улицей Голстяна. Может быть, они позвонят Александру Николаевичу? Ему будет приятно ваше внимание, ребят. Номер телефона Александра Николаевича – 950573. 950573. Письмо из Москвы от Евгения Иванова. В июле 41-го я принес отцу повестку из поселкового совета. В одном из последних писем отец писал матери. «Милое поле, прошу вас, опишите, как у вас дела и как вы живете. Опишите все, не скрывайте ничего, чтобы нам и мне еще злее, еще быстрее уничтожить врага. Поле посылку вашу я не получил, потому что она, наверное, попала в плен. Ну, черт с ней, мы за все отплатим. Остаюсь любящий вас до гроба Иванов Александр Сергеевич». И вот с тех пор, продолжает Евгений, мы безуспешно пытаемся разыскать место его гибели. Известно, что он дрался на передовой, освобождая от фашистов Московскую область. Случилось так, что лет пять-шесть назад я познакомился с автором слов, песни, которую больше всего любил мой отец. Когда я рассказал об этом матери, она сказала, «Ну, если нашел того, кто написал отцову песню, то должен найти и отца». Отца мы его звали Александр Сергеевич Иванов, 1900 года рождения, из Московской области. ПЕСНЯ 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 Звучала песня времен гражданской войны Там, вдали, за рекой Автор стихов Николай Кооль Песню исполнял хор русской песни Всесоюзного радио и телевидения К рубрике «Найдите песню» В первые дни после революции В дни гражданской войны Нашей новой молодой армии Нужны были новые песни Нужны были срочно сегодня же И вот на широко известные мелодии Ботовавших в начале XX века романцев Писались новые сегодняшние стихи В мелодию входил новый маршевый, как правило, ритм И так вот получалась новая песня Иногда даже и текст не меняли Но вот если вы видели фильм «Красная площадь» уже То помните, вероятно, красногвардейцы Поют марш со словами жестокого романса «Кончен, кончен день забав Стреляй, мой маленький зуав» Песня «Смело мы в бой пойдем» Слушай, товарищ, война началась Возникло из соединения новых стихов С мелодией популярного тогда романса «Белые акации, гроздья душистые» И вот песня, которую вы сегодня услышите Она также имеет мелодию старинного романца Старинного романца «Чайка» «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит» Новый вариант этой песни родился в годы гражданской войны в Забайкалье Первые ее строчки «Вот вспыхнуло утро, мы Сретенск заняли, и с боем враги от него отошли» Текст песни и ноты прислал встреча Иннокентий Дмитриевич Бянкин Он живет сейчас в Оренбургской области Он пишет «В 20-22 годах мы, партизаны Забайкалья, пели эту песню в походах А потом, как говорят, забыли Песня посвящена памяти Федота Вакумовича Погодаева Ему поставлен памятник в городе Сретенске Составил стихи этой песни партизан Платон Корнеев Сейчас прозвучит эта партизанская Забайкальская песня Исполняет народный хор Читинского окружного дома офицеров Советской Армии «Вот вспыхнуло утро, мы Сретенск заняли, и с боем враги от него отошли» Но мы командира полка потеряли Убили тело, его не нашли Всю ночь мы в бою там По сопкам бродили Во врагах по пояс в холодном снегу И к утру высоты и город отбили А пуля Борца за свободу сразила А пуля Борца за свободу сразила А пуля Борца за свободу сразила А пуля И долго и злобно глумились над ним За нас все лови Христика скранили За нас же им плакали А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Из Москвы письмо от Надежды Михайловны Артюхиной. С каждым годом все меньше остается среди нас людей, делавших революцию. В прошлом году умерла моя мать, Александра Васильевна Артюхина, член партии с 1910 года, герой социалистического труда. Она была очень интересным человеком, прожившим трудную и удивительно богатую жизнь. Она любила людей, умела видеть в людях главное, лучшее и прощать им во имя этого главного, их слабости и недостатки. У нее было много хороших, верных друзей. ПЕСНЯ «Никогда не позабудем все, что мы прошли с тобой». «Никогда не позабудем все, что мы прошли с тобой». «Сколько раз и табак, и гранаты мы делили в пути пополам. Сколько раз им на стерку солдата приходилось до нашего дна. Если всем на планете народом светит ясная наша заря, «Значит, эти великие годы были прожиты нами не зря». ПЕСНЯ 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 Прошли с тобой, наши песни повсюду поются, И дорога милей на концах. И как давние дни остаются, там самольскими наши сердца. Если всем на планете народом светит ясная наша заря, Значит, эти великие годы были прожиты нами не зря. Ай, мой светлый большой, друг мой верный родной, Никогда не позабудем все, что мы прошли с тобой. Это была песня «Старому другу» Василия Соловьева-Седова и Михаила Матусовского. Песня звучала в исполнении Валентина Левко и Ивана Шмелева. Это письмо мы получили из Куйбышевской области, из города Киннель, от Клавдии Владимировны Бородиной. Я сочла своим долгом разыскать все возможное о том, при каких обстоятельствах погиб мой муж, место его гибели и так далее. Я часто думала, как же это так? Жил мой Иван, бил фашистов и вдруг пропал. Как это? Мне удалось установить, что Иван Кузьмич Бородин, 13-го года рождения, воевал на Керченском направлении в 3-м батальоне 768-го стрелкового полка 138-й стрелковой дивизии и погиб в конце апреля 1942 года в направлении станции Владиславовки Ленинского района Крымской области. На этом направлении в апреле и мае 1942 года многие пропали без вести, и братские могилы, в которых лежат по несколько тысяч наших солдат, в основном безымянные. Все документы штабов погибли у Керченского пролива. Бои здесь были особенно кровопролитные и адские. Мое желание, а также дочери и внучки, чтобы на одной из братских могил Ленинского района Крымской области было навечно написано имя нашего деда, отца и мужа Ивана Кузьмича Бородина, который незадолго до гибели стал политруком роты. Для этого нужно найти однополчан, подтверждающих гибель мужа. Одного мы уже нашли. Очень прошу вас передать для однополчан мужа песню «На безымянной высоте». Эта песня многое сделала, и она должна помочь найти второго свидетеля гибели моего мужа, Клавдии Владимировны Бородина. Итак, мы обращаемся к воинам 3-го батальона 768-го стрелкового полка 138-й стрелковой дивизии к тем товарищам, кто в апреле 1942 года сражался на Керченском направлении около станции Владиславовки или Владиславки. У Клавдии Владимировны два названия этой станции. Товарищи, если кому-нибудь из вас известно обстоятельства гибели политрука роты Ивана Кузьмича Бородина, 1913 года рождения, родом из села Красная Поляна Куйбышевской области, Пожалуйста, сообщите об этом Клавдии Владимировне Бородиной. Ее адрес. Куйбышевская область. Город Кинель-4. Кинель-4. Дальше сокращенное название поселка. Почтовое отделение СХИ, СХИ, МИС, МИС, дом 6, квартира 11. Я повторю адрес. Куйбышевская область. Город Кинель-4. Почтовое отделение СХИ, запятая, МИС, МИС, дом 6, квартира 11. Город Кинель-4. Семнадцати ребят. Как много их друзей хороших Лежать осталось в темноте У незнакомого поселка На безымянной высоте У незнакомого поселка На безымянной высоте Светилась падая ракета Как догоревшая звезда Кто хоть однажды видел это Тот не забудет никогда Он не забудет, не забудет Атаки яростные те У незнакомого поселка На безымянной высоте У незнакомого поселка На безымянной высоте Над нами мессеры кружили И было видно, словно днем Но только крепче мы дружили Под перекрестным артогнем И как бы трудно не было И как бы трудно не бывало И верен был своей мечте У незнакомого поселка На безымянной высоте Мне часто снятся все ребята Друзья моих военных дней Землянка наша втри накаты Сосна сгоревшая над ней Как будто вновь я вместе с ними Стою на огненной черте У незнакомого поселка На безымянной высоте У незнакомого поселка На безымянной высоте Звучала песня Михаила Матусовского и Вениамина Баснера На безымянной высоте Песню исполнял Лев Барашков Письмо из Невинномыска От Мефодия Афанасья Минова Дорогая встреча, позволь поведать тебе мои думы Что выплывают из толщи лет Хранится в моей памяти Как священная реликвия Любимая песня моего брата Ивана Афанасья Минова Учителя русского языка и литературы Погибшего в отечественную Студенческие годы 30-х годов Приезжаю из Минска, где я тогда учился На выходной день к брату в село Брат Иван, как обычно, обрадовался Моему приезду Хорошо, что приехал Угощу тебя хорошей песней Ставит на стол патефон Кладет пластинку Заводит Полилась широкая раздольная песня Поле мое поле, поле золотое Вспомнилась мне эта песня потом Во время войны Фронт шел на территории Польши и Чехословакии В передышке между боями В освобожденных городах Жители просили спеть им наши песни И тогда вспомнились мне слова Из песни «Поле» Над тобою поле пролетают птицы Из-за моря синего в дальние края И несут на крыльях за туман границы Песни, что сложила Родина моя Если бы вы смогли найти Пластинку с этой песни, где ее поют Мои любимые артисты Киричек и Хромченко Было бы замечательно С искренним приветом Мефодий Афанась Минов Город Невинномыск Мефодий Афанась, мы нашли запись этой песни Песни Ковнера и Масленникова «Поле мое поле» поют Петр Киричек и Соломан Хромченко «Поле мое поле» «Поле золотое» «И былое горе по ветру развей» «Над тобою поле небо голубое» «Над тобою поле небо голубое» «Над тобою поле небо голубое» «Мы встречаем утро с песнею веселой» «Извинят на поле наши голоса» «И несется песня по колхозным селам» «Сорят песне этой реки и леса» «И несется песня по колхозным селам» «Сорят песне этой реки и леса» «Над тобою поле пролезают птицы» «Из того лер сиевого больных края» «И несут на крыльях за туман границы» «Песни, что сложила Родина моя» «И несут на крыльях за туман границы» «Песни, что сложила Родина моя» «Если соберутся в лучи грозовые» «И сыграет суря над моей стороной» «Пропоешь ли поле песни воевые» «И про старшек полем соль боевой» «Пропоешь ли поле песни воевые» «И про старшек полем соль боевой» «И про старшек полем соль боевой» «Письмо подписано так» «Юрёнок» «Здравствуйте, я слушаю ваши песни» «Мой папа был солдатом» «Я тоже буду солдатом и офицером» «Спойте мне хорошую песню о лётчиках» «Я буду ждать» «Юрёнок» «Ниже дописка» «Юрий Васильевич Черников, 6 лет» «Хорошо, Юрий Васильевич, мы сегодня споём вам песню о лётчиках» «Называется она «На взлёт» «Сочинили эту песню Александра Пахмутова, Николай Добронравов и Сергей Гребенников» «Поёт Эдуард Хиль» «Остается команда на взлёт» «Как пароль за облачных высот» «И в небо наши уходят дороги» «От земных незаметных ворот» «Небо голубое, ставшее для лётчика судьбой» «Небо доброе и злое, голубое, грозовое» «Стала ты моей судьбою, я и Бог твой, и подданный твой» «Были бури и грозы и лёд» «Болзвала команда нас на взлёт» «А мы бывали в таких переделках» «Личь летавший всё это поймёт» «Небо голубое, ставшее для лётчика судьбой» «Небо доброе и злое, голубое, грозовое» «Стала ты моей судьбою, я и Бог твой, и подданный твой» «Кот пройдёт, а быть может не год» «Развучит в эфире вам на взлёт» «И всей своей боевой эскадрильей» «Мы уйдём в межпланетный полёт» «Небо голубое, ставшее для лётчика судьбой» «Небо доброе и злое, голубое, грозовое» «Стала ты моей судьбою, я и Бог твой, и подданный твой» «По команде знакомой опять» «Звёздный мир мы выйдем штурмовать» «Лётчик может не быть космонавтом» «Космонавту нельзя не летать» «Небо голубое, ставшее для лётчика судьбой» «Небо доброе и злое, голубое, грозовое» «Стала ты моей судьбою, я и Бог твой, и подданный твой» «Письмо это подписано так» «С брянским и комсомольским приветом, Марьянна Вишневская» «Мне 16 лет, живу я в городе Брянске, который очень люблю» «Как и у всех, есть у меня мама Марина Андреевна, папа Сергей Александрович и два брата» «Старший Август уже второй год служит советской армии, а младший Руслан ходит в детский сад» «Есть у меня и милые старенькие бабушки, которых мы все очень любим и уважаем» «Наша семья дружная и, как все семьи, заинтересована в моей дальнейшей судьбе» «Но только вот у всех разные мнения насчёт профессий» «Мама уверяет, что я непременно должна стать врачом, как и она» «Папа говорит, что я буду пианисткой, так я играю на пианино» «И только пятилетний братишка соглашается со мной» «Ещё с пятого класса я мечтаю стать милиционером» «Разве плохо охранять покой родного города и мирный сон жителей» «Но все надо мной смеются» «Папа говорит, что у меня ещё детские мысли» «А одна из бабушек сказала, что это не женская профессия» «Да, ну в таком серьёзном вопросе, как определение жизненного пути, выбора профессии» «Мы, конечно, не имеем даже совещательного голоса» «Но мы думаем, Марьяна, что надо обязательно принять во внимание мнение папы, мамы, бабушек» «Но в конце концов окончательное решение принять вам самой, ведь вы уже почти взрослые» «Есть на свете профессий немало» «В каждом деле свои мастера» «Всем почётно стоять у штурвала» «Или уголь давать на горах» «Встретить школьный звонок с детворою» «Или выйти на жатву в поля» «А у нас, мой товарищ с тобою» «На работе забота своя» «К суровой романтике сердце привычно» «Что значит опасность мы знаем отлично» «Нелёгкая служба, тревожная служба» «Солдаты порядка всегда там, где нужно» «Мы недобрую руку отводим» «В ясный день и в ненастную ночь» «Сквозь огонь и сквозь воду проходим» «Чтоб по первому зову помочь» «Мы с тобою на судьбу не в обиде» «Хоть порою всё как на войне» «Нас по долгу родные не видят» «А встречают нежнее вдвойне» «К суровой романтике сердце привычно» «Что значит опасность мы знаем отлично» «Нелёгкая служба, тревожная служба» «Солдаты порядка всегда там, где нужно» «К суровой романтике сердце привычно» «К суровой романтике сердце привычно» «Солдаты порядка всегда там, где нужно» «Нелёгкая служба, тревожная служба» «Солдаты порядка всегда там, где нужно» «Нелёгкая служба, тревожная служба» «Песню «Солдаты порядка» Алексея Экимяна на слова Вадима Молкова исполнял Владимир Трошин «Из Тюменской области письмо от Оли Мингалёвой» «Я очень соскучилась по своей песне и решила попросить вас исполнить мою просьбу» «Чем дорога мне эта песня?» «Это очень трудно объяснить правильно» «Но я чувствую, что вы всё поймёте, если я напишу, как это было» «Была весна, мы возвращались с танцев, было около 12 часов ночи» «Это была первая весенняя ночь, когда мороз не сумел сковать и заставить замолчать ручьи» «И они неумолчно звенели, спеша к речке» «Луна огромная, ясная, освещала всё кругом» «И было так светло, хоть книгу читай» «По радио шла какая-то передача» «На некоторое время радио замолчало» «И особенно ясно и чётко стал слышен голос ручьёв» «Голос говорливой весны» «И вдруг зазвучала песня» «Понимаете, она так тесно переплелась с этой ночью, с ручьями, с голосом весны» «Что казалось, что она льётся не из репродуктора на площади» «А звучит в каждом ручье, в каждой капле, падающей с крыши» «Что она, как лунный свет, льётся на село, плывёт над ним» «И с тех пор эта песня и эта ночь так крепко запали мне в душу, что, как только я слышу эту песню, та весенняя ночь сразу же встаёт у меня перед глазами» «Эта песня я всегда с тобой» «Ну вот и всё» «Очень хотелось бы услышать её в исполнении Ружены Сикоры» «Извините, пожалуйста, если я написал что-нибудь не так» «Мои подруги ничего особенного тогда не услышали, ни в ночи, ни в песне, но для меня она с той поры стала любимой песней» «Ещё раз извините, до свидания, Мингалёва Ольга, Тюменская область» «Не грусти, не печаль со встречи» «Я вернусь в город нашей любви» «Тихой песней в такой живут вечер, постучу я снова в окна твои» «Тихой песней в такой живут вечер, постучу я снова в окна твои» «Где б ты не был, друг мой, друг мой самый большой» «Я всегда с тобой» «Не грусти, много раз будем вместе» «Добрый вечер, мы встречать золотую залю» «Добрый вечер, сердечную песню» «Вместе с сердцем я тебе подарю» «Добрый вечер, сердечную песню» «Вместе с сердцем я тебе подарю» «Где б ты не был, друг мой, друг мой самый большой» «Я всегда с тобой» «Не грусти, не печаль со встречи» «Я вернусь в город нашей любви» «Тихой песней в такой живут вечер, постучу я снова в окна твои» «Тихой песней в такой живут вечер, постучу я снова в окна твои» «Где б ты не был, друг мой, друг мой самый большой» «Я всегда с тобой» «Я всегда с тобой» «Письмо из Москвы, в котором реакция на высказывание одного из наших слушателей о современной лирической песне» «В вашей передаче зачитывалось письмо о музыке» «Фамилию автора я не запомнила» «Письмо обстоятельное и во многом, по-моему, верное» «Но с одним я не могу согласиться» «С нападками на бракоразводные, по выражению автора, песни» «Название это не лишено остроумия» «Но так писать мог только человек, у которого все в жизни сложилось удачно» «И который по молодости своей не верит, что бывает и не так» «Песни о любви нужны, они должны облагораживать это чувство, раскрывать все богатства человеческой натуры» «Но не у всех в жизни и любви все идет гладко» «Есть ведь и другие виды человеческих отношений в любви» «Любовь могла прийти только к одному из двоих» «Или любовь не выдержала испытаний времени и ушла от одного из них» «В обоих случаях это трагедия» «Может быть, в этих-то именно случаях особенно нужна хорошая песня и именно об этом» «Возможно, она немного уменьшит боль и поможет примириться со случившимся» «Ну а тем, у кого все хорошо, кто вдвоем, да еще и любовь с ними» «Им легче найти хорошую песню, отвечающую их настроению» «Филатова, Москва» «И вот письмо, связанное с современной лирической песней» «Я никогда бы не осмелилась написать тебе, если бы ни одно обстоятельство» «Однажды, когда я возвращалась домой, мне преградили дорогу несколько подвыпивших парней» «Сзади меня шел юноша, он вступился за меня» «Я ходила к нему в больницу, читала ему, пела» «Часто мы мечтали о будущем» «Врачи сделали все, чтобы спасти ему жизнь» «Но Володя надолго прикован к постели» «Он не падает духом, молодец» «Поступил в институт, упорно учится, и я уверена, что добьется своей цели, будет юристом» «Володя очень любит песню «Ноктюрн» «Он всегда напевает ночью в узких улочках ринге» «Передайте, пожалуйста, для него эту песню, тем более, что он сам рижанин» «С комсомольским приветом, Людмила Румянцева, город Рязань» «Ночью в узких улочках реки» «Слышу постульку кистолетий» «Слышу века, но ты от меня далека» «Так далека тебя я не слышу» «Ночью умолкают все птицы, все птицы» «Ночью фонари лишь искрятся, искрятся» «Как же мне бы зарей фонари погасить?» «Будут светить далекие звезды» «Та-тапа-тапа-тапа-тапа-тапа-тапа-тапа» «Жду я в узких улочках реки» «Ночью, ночью, ночью» «Северный волкок в almost reproчína» «Северея, ночью, ночью, ночью». «Durch, северный волкок в штрафар damals» «Разборал до предусторructiveying bayни — « paling движ надзапа, но вы добавите их?» «Лонис�». « часовь сования, ювел'vewn». «Будут все птицы, присутствуют, л presentations он же и Shannon». Ночью мое сердце крылато, Верю, не забудешь меня ты. Время придет по улочкам Риги вдвоем, Вновь мы пойдем навстречу рассвету. Ночью в узких улочках Риги Жду я, жду я, вновь тебя жду я. Ноктюрн Александра Кублинского На слова Юргиса Брежгиса Исполнял квартет «Аккорд». Это письмо из Москвы. Подписано оно «Студент» и дальше. Простите, фамилию не напишу. Почему я это делаю, Мне самому совершенно непонятно. Да, нам тем более. Сегодня слушал передачу Встреча с песней. Там был разговор о современной песне. Шахтер из Кохтлоярвы, Простите, не помню фамилии, Говорил, что сейчас мало задушевных песен. По крайней мере, они чрезвычайно редкие. Редко слышишь песню, Которая тронет тебя до глубины души. И у меня возникли некоторые мысли Насчет современной песни. Ведь многие из тех, кто слушает песню, Обычно не имеют представления Об их содержании. Слушателям нужен ритм, темп. К содержанию не предъявляется никаких требований. Но это, так сказать, критика, А вот и позитивное предложение. Почаще устраивайте такие концерты, Где перед началом песни выступают авторы И рассказывают о песне, Что они хотели сказать в ней. Кстати, тот факт, что в какой-то газете Забыли напечатать фамилию автора слов, Тоже подтверждает, что я говорил. До свидания, студент. Простите фамилию. Не напишу. Почему я это делаю, Мне самому совершенно непонятно. Но мы думаем, уважаемый студент, Что если автор перед исполнением песни Должен еще объяснять, Что он хотел сказать в песне, Тогда простите, что же это за песня? Что же это за песня, Если она требует дополнительных объяснений? Здесь с вами трудно согласиться. Сейчас мы обращаемся к тем нашим слушателям, Которые просили нас передать Одну из новых песен. У нас нет такого яркого, Интересного письма об этой песне. Но эта песня замечена, И мы хотели бы, Чтобы остальные слушатели передачи Ее также послушали и оценили. Не под ноги уна лучами стерется, Ночная мгла со мною с нами делится. Я слышу, как за стеклами оконными Листают люди сны глазами сонными. Тиши ночной над городом, Над крышами Я слышу этих снов шаги неслышные. Приходят к людям сны В сиянии луны, Уснувший город видит сны. Мне в снах людские тайны открываются, Порою в чьих-то снах мечты сбываются, Порою в чьих-то снах мечты сбываются, Негаданно, тревожно и непрошенно. Порою в чьи-то сны приходит прошлое, Порою в снах встречаются влюбленные, И что-то нежно шепчут глупые сонные. Приходят к людям сны В сиянии луны, Уснувший город видит сны. Когда блеснет восход Зарей рассветною, И ночь уйдет дорогой неприметною, Тогда за ночью вслед и сны потянутся, Пусть сны уйдут, Но пусть мечты останутся. Пусть все желания ваши люди сбудутся, Тревоги и печали позабудутся. Приходят к людям сны В сиянии луны, Уснувший город видит сны. Пусть все желания ваши люди сбудутся, И ночь уйдет дорогой неприметною, Тогда по ночью вслед и сны потянутся, Пусть все желания ваши люди сбудутся. Пусть все желания ваши люди сбудутся, Тревоги и печали позабудутся. Приходят к людям сны В сиянии луны, Уснувший город видит сны. Приходят к людям сны В сиянии луны, Уснувший город видит сны. Это была песня Виктора Купревича «Уснувший город». Исполнял песню Анатолий Горохов. Встреча с песней благодарит всех, Кто принял участие в сегодняшней беседе. Подготовили встречу Тереза Ремшевич и Виктор Татарской. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok